Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики канала Процветок. В этом видео с вами я, Пашки Ивич Анна. И сегодня мы говорим на такую тему, что же делать в теплице, чтобы еще в ноябре месяце заходить в нее и собирать урожай. Для того, чтобы вас продолжительное время радовал урожай, необходимо соблюдать минимум 6 пунктов, которые я сейчас и перечислю. Также я хотела добавить, что все, что я сейчас буду рассказывать, это исходя из моего личного опыта. Первое и самое важное – это качественный семенной материал. Если вы наверняка знаете, какие семена производителей, сорта или гибрида вы будете использовать, то вам повезло. А если вы, так же как и я, еще не составили окончательный список своих любимчиков, то обязательно впускайтесь в увлекательный эксперимент и подбирайте подходящие именно для ваших условий выращивания семена и гибрида. Независимо от того, на каких сортах и гибридах вы остановитесь, необходимо семенами выполнить как минимум две операции. Это провести поверхностную дезинфекцию посевного материала и также по возможности замочить наши семена в растворе микроэлементов. Поверхностная дезинфекция семян проводится достаточно легко. Для этого можно взять просто литр воды, добавить туда 3 столовые ложки перекиси водорода, которую можно спокойно найти в любой аптеке, и это будет хорошим дезинфицирующим раствором. Несмотря на периодически появляющуюся критику некоторых блогеров в отношении перекиси водорода, как я уже сказала, исходя из моего личного опыта, данный дезинфицирующий раствор однозначно работает. Держать в дезинфицирующем растворе в перекиси водорода наши семена мы будем порядка 20-30 минут. После того, как мы снимем поверхностную инфекцию семян, необходимо будет их промыть под проточной водой и затем переместить в раствор микроэлементов, который будет питать наши семена и таким образом повышать будущий урожай. Рабочий раствор микроэлементов можно приготовить самостоятельно. Для этого достаточно приобрести некоторые хилатированные формы металлов и не металла в виде бора. Берем по 5 граммов хилатированного железа марганца цинка, по 3 грамма меди и бора и по 2 грамма кобальта и молибдена. Все эти элементы соединяем, растворяем, доводим до общего объема 1 литр, и это будет нашим хорошим рабочим раствором. Кстати, в нем можно неоднократно замачивать семена не только посленовых культур, но и любые другие семена, которые вы предпочтете высевать впоследствии у себя на участке. Замачивание будем вести от 6 до 12 часов максимум. И после того, как мы замочили наши семена, спокойно их отправляем на проращивание. Следующий, а это уже третий пункт, который хотелось бы озвучить для того, чтобы получить качественный урожай, это качественная рассада. Наверняка многие из вас сталкивались с проблемой рассады в виде перерастания рассады, в виде тонкой рассады, то есть с теми последствиями, которые вызваны недостаточным количеством света для нашей рассады. Поэтому, когда мы подбираем оптимальные сроки высева семян на рассаду, то ориентируемся снова на свои погодные условия, на климатические особенности своего региона. Что касается меня, то я высевала семена на рассаду в конце марта месяца и ничуть об этом не пожалела, поскольку уже к концу марта, началу апреля достаточное количество солнечного света поступает в наши квартиры. И даже рассада, которая не может быть посвечена дополнительными источниками освещения в виде фитоламп, хорошо себя будет чувствовать и на подоконниках. О том, как получать качественную рассаду, на самом деле, было снято много роликов на нашем канале, поэтому обязательно их пересмотрите. Четвертый немаловажный пункт, который является одним из условий получения качественного урожая, это теплица. А именно, я бы хотела остановиться на месте размещения теплицы на вашем участке. Бытует мнение, что теплица должна располагаться на самых открытых, ярких, солнечных частях вашего участка. Но я не согласна с этим, поскольку у нас томаты цветут активно и массово в июле, в августе месяце, и именно в самые жаркие летние месяцы при повышении температуры выше 32 градусов идет стерилизация пыльцы, соответственно, не завязывается будущий урожай, и мы недополучаем последствия нашей томаты. Поэтому без зазрения совести подыскиваем на участке возможные места с некоторым затенением для того, чтобы каким-то образом естественно регулировать температуру в теплице. Пятый пункт, который хотелось бы озвучить в этом видео, это технологические приемы. В первую очередь, мульчирование. Также о мульчировании было снято много видео на нашем канале, которое вызвали ряд обсуждений и даже негативных комментариев. Исходя из своего личного опыта, я могу сказать, что мульчирование места быть в теплице, так же, как и на грядках, и мульчирующим основным компонентом моей теплицы выступила сена. Не жалея сена, кстати, если у вас его нету, то можно использовать подвявшую траву, благо на начало вегетационного сезона у нас есть возможность ее получить путем обкоса газонов и прочих мест на своем участке. Мы укладываем мульчирующий материал толщиной на 4 пальца. Это где-то, наверное, порядка 15-20 сантиметров. Также важно в технологических приемах предусмотреть такой момент, как проветривание теплицы. Зачастую мы сталкиваемся с такой проблемой, как перепад дневных и ночных температур. Исходя из своего личного опыта, я могу сказать, что у меня не было возможности предусмотреть автоматическое открывание и закрывание форточек. Поэтому даже несмотря на перепады дневных и ночных температур в начале летнего сезона у меня форточки всегда были в режиме проветривания где-то на 1 четвертую от полного их открытия. Также в технологических приемах необходимо отметить полив и подкормки. Всегда я проводила совместно полив с подкормками. Иными словами, никогда не было просто полива или просто подкормок. Шестой и заключительный пункт, который хотелось бы озвучить в этом видео это различные профилактические обработки, которые стоит проводить в нашей теплице. Вот такие нехитрые советы помогут вам сохранить урожай на растениях томатов до ноября месяца. Благодарю вас за внимание. Оставайтесь на канале Процветок. Не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова